Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Тот самый долгожданный проект Дом-2 новости, который анонсировала Надежда Ермакова, уже в эфире. Ермакова отвечает за креатив и наполненность материалом. Новый ведущий канала ТНТ и этой программы стала Екатерина Старикова. Но самый же первый выпуск разочаровал зрителей. Красивая ведущая, размахивая руками, поведала о фотографии обнаженного Бурханова, которая была выложена в интернет без его ведома. Так что Дом-2 новости – это новости, которые уже давно устарели и зрителям совершенно неинтересны. К Винциславу Вингржановскому на проект вернулась Алиса, которая ранее приходила к нему, но затем ушла по семейным обстоятельствам. Венчик устроил ей костюмированный романтик в комнате у Русланы Мишиной, и Руслана ему в этом помогла. Костя Иванов тоже летит на проект, он отдыхал в своем родном городе. Костя пишет, «Я возвращаюсь с хорошим настроением, с позитивным настроем, еду к своей девочке с чистой головой». Алекс Гулеев в шуточном бою с Федей Стрелковым повредил ногу и попал в больницу. Оказалось, он получил серьезную травму, Алексу откачали воду из колена, а затем ему удалят разорванный мениск. Алекс и Федя решили помериться с силами и немного заигрались. Алекс повалил Федю на пол, а тот ему упал на ногу. Вова Гаути ударил свою девушку, Катю Гожевинскую. В итоге пары Катя-Вова больше нет. По его словам, Катя получила вполне заслуженную пощечину, потому что слова до нее не доходят. Он написал в своем микроблоге, «Есть девушки, на которых действует только физическое воздействие. Либо прощай и осознавай свои ошибки, либо уходи навсегда». Позже на лобном Катя уже улыбалась и было ощущение, что она его простила, но это не так. Катя пишет, «То, что произошло сегодня, непростительно. Я улыбалась спустя пару часов, потому что я такой человек. Мне обидно, но наматывать сопли на кулак весь день я не буду. А с Вовой мы разошлись и, надеюсь, больше не сойдемся. Сегодня он мне нос разбил, а завтра ребро сломает, но уж нет». Андрей Черкасов в интервью журналу «Дом-2» рассказал об идеальной спутнице, что в ней должно присутствовать. Он говорит, «Верность, любовь к спорту и наличие упругой попы просто необходимы. Даже не подходите ко мне без этого». Также девушка должна быть хозяйственной, с незаурядным чувством юмора, а также с высокими моральными принципами. И, конечно же, Андрей не потерпит даму со вредными привычками. Он рассуждает, «Я сам не курю, не пью, и для меня это важно». А теперь про успехи Оли Бузовой на актерском поприще. Состоялась презентация сериала «Бедные люди», в котором Оля сыграла свою первую большую роль. Поддержать Олю приехали Глеб Жемчугов и Илья Ябаров. В сериале рассказывается история интеллигентного неудачника, который живет в коммунальной квартире в Питере, работает литературным негром у Ольги Бузовой и пишет от ее лица «Автобиографию». На презентации своей очередной актерской роли Оля устроила своего рода стриптиз. Она пришла в прозрачной блузе. Илья Кротков хочет вернуться на телепроект. Он спрашивает совета у подписчиков. «Дорогие мои друзья, хотели бы вы видеть меня опять на проекте?» Ему отвечают, «Возвращайся, ты достоин красивых отношений, но только похудей и с пьянками завяжи». А вот Настя Гаганина, которая приезжала когда-то к Диме Дмитренко на Сейшелы, на проект больше не рвется. Она выходит замуж за иранца. Настя написала «Дорогие мои, спасибо за поддержку, я вас очень люблю. На дом 2 я не вернусь, я выхожу замуж». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok